Девочки, вот спрашивали вы меня, почему я кладу на свою печку индукционную салфетку. Вот смотрите, у меня сейчас варился бульон и немножко он начал сильно кипеть. И вот видите, салфетка у меня тут намочилась. Вот что мне нравится, вот какие плюсы в индукционной плите есть, это то, что можно просто взять и салфетку эту раз заменить. То есть, во-первых, бульон никуда не потек. Просто мокрая салфетка. Сама по себе плита, но она только нагревается от кастрюли. Ее можно спокойно протереть. Положу салфеточку я новую, то есть здесь не обожжешься. И все, и дальше у меня продолжает все это вариться. Все, я убавляю сейчас. Вот в этом есть плюс. Ну, а минус в том, что она гудит. Индукционная плита, она издает звук, который мы слышим. Всем привет! Начинаю новый влог. Девочки, вернее, это продолжение предыдущего влога. О предыдущем влоге я вам сказала, что я проснула среди ночи в 2 часа ночи. И мне уже не спится. Я решила выпустить все-таки вовремя видео. Поэтому видео пока обрабатывается. У меня варится уже мясо. И, в общем-то, я решила сварить борщ. Потому что борщ это все-таки самое лучшее такое горячее блюдо. Именно для тех, кто на диете. Это, собственно, вареные овощи и мясо. Мясо я буду варить отдельно, а борщ отдельно. Борщ я буду варить на воде. А мясо я добавлю уже в конце. Ну, в общем-то, собственно, и все. Вот с этого у меня начинается сегодняшний день. Я, наверное, сварю борщ. А потом еще досплю. Ну, когда уже захочется. Я буду смотреть телевизор. Как правило, под телевизор я засыпаю. Но сейчас мне пока не хочется спать. Поэтому я вот среди ночи варю борщ. Борщ я решила сварить в мультиварке. Потому что, ну, мне так будет удобнее. Вообще, я обычно люблю его варить в кастрюле. Все видеть, все контролировать. Но иногда бывает, как бы, и некогда особо. Поэтому я его сварю в мультиварке. Для борща я уже подготовила овощи. Я решила взять немного картошки. Одну большую картофелину хватит. Ну, и также бурачок, морковка, лук. Это будет зажарка вначале сделана. Потом картошка. Дальше я закину капусту. Ну, капусту сколько возьмет. И перчик, помидорчик, зелень, зубочек, чесночка. Вот, собственно говоря, и все. Все это будет вариться поочередно. Ну, вот в таком количестве. Ну, вот и рассвет потихонечку уже встречаем. Все, девочки, закончила обработку видео. И сейчас продолжу я варить борщ. Где-то петухи кричат. Люблю вот эту тишину. И свежий воздух. Ну, собаки гавкают, куда же от них деться. Температура на улице сейчас около 20 градусов. 19, кажется. Но у нас дни еще теплые. Днем до 30 доходит. 29. В общем, еще тепло. Довольно-таки тепло. Так что мы еще наслаждаемся окончанием лета. Ну, вот и все. Я вышла на финишную прямую. Закинула только что зелень, чесночок. Все у меня уже там. И еще несколько минуточек повариться. И все, будет борщик уже готов. Девочки, борщ мой уже готов. Вообще, я утром планировала поесть либо овсянку, либо мюсли. Вот у меня мюсли же есть. Я еще не открывала пачку. Ну, думала сегодня открыть, поесть мюсли. Но так пахнет борщом, я не могу. Ну, во-первых, я проснулась сегодня в 2 часа ночи. Вот ночью варила борщ. А сейчас уже время почти 9 часов. Понятное дело, что я проголодалась. Но я хочу именно борщ. Нормальные люди борщ с утра не едят, да? Ну, значит, я ненормальный человек. В общем, я налила уже борща себе и сейчас буду его есть. Такой, вот видите, вкусненький борщик. В мультиварке он немножко другой получается. Не такой, как на плите. Ну, и тем не менее, борщ есть борщ с мясом. Все, пахнет, пахнет. Очень вкусно. Все, уже буду есть тогда. Всем доброе утро, девочки. Я вчера целый день отсыпалась. Хорошо, что я смогла борщ сварить ночью. Днем было бы мне это сделать трудно. А сегодня я проснулась выспавшаяся. В 8 часов утра, как положено. И решила начать утро с утренней разминки. Думаю, помою-ка я окно, девочки. Вот такая физкультура у меня утреная сегодня. Может кому-то из вас лень это сделать, но я думаю, конец лета. Обычно я всегда в конце лета мою окно перед осенью, для того, чтобы уже оно было чистеньким, пока не началась непогода. В помощь мне замша, вот такая вот машинная. Она, кстати, очень хорошо собирает воду. И не оставляет разводов. Все, раз-раз и готово. В общем, девочки, делается это все очень легко и быстро. Ну вот и все. С окошком я разобралась. Окошко у меня помыто. Уже часть дела сегодня сделана. Сейчас будем другим делом заниматься. Давно собиралась это сделать, девочки. Ящик с бумагами нужно перебрать. Такое нелюбимое занятие. Как правило, знаете, это ж нужно в каждую бумажку вникнуть и нужно разложить. Нужные бумаги, ненужные выбросить. Короче говоря, уменьшить, переполовинить ящик. Годами скапливаются бумаги, периодически их надо подчищать. Ну, пока смотрю телевизор, сейчас этим займусь. В общем, девочки, такое трудоемкое занятие. Я за перебиранием этих бумаг уже забыла, что надо позавтракать. Короче говоря, сейчас я хочу поесть мюсли. Мюсли, кстати, такие первый раз беру. И вообще мюсли давно не ела. И у меня молоко есть полтора процентное. Сейчас я залью и позавтракаю. Уже 11 часов. Все, сейчас настоится немножко и буду кушать. Но с этим безобразием надо закругляться. Конечно, трудоемкое это занятие утомляет сильно. Голова уже взрывается. Девочки, кстати, очень вкусная альтернатива моей овсянке. Мне очень нравится с молочком. Хрустят так по чуть-чуть. Буду закругляться с этими бумажками. Они все нужны. Я почти ничего не выбросила. Ну, они как бы так. Нужны, не нужны, но вдруг пригодятся. Вот и лежат годами. Девочки, я на обед сегодня решила поесть отбивные с овощами. Сейчас я просто отбивные отобью. Классная штука, между прочим. Раньше я молоточком стучала так, что у меня все соседи слышали. Сейчас уже это все тихо. Тендерайзер, кажется, так называется. Вот, все. Теперь соль, перец. Потом в яйцо. И в сухари. Все, в двух сторон. Все, в яйцо. Оп-оп, и готово. Вообще, мне очень нравятся отбивные. Во-первых, то, что это чистое мясо, ты ешь. Никаких тебе полуфабрикатов. Знаешь, какое мясо. И то, что быстро оно готовится. И вкусно, и мясо сочное получается. Только жарить долго не надо. Просто достаточно минуты. Ну, три с одной стороны и с другой стороны. Три минуты. Вот, сухариков побольше. Все это яйцо и сухарики прям закрывают сок, чтобы он не вытекал. Индукционная плита очень быстро разогревается, поэтому долго не будем греть. Немножко масла налью. Три минуты прошло. Переворачиваем. Вот, кстати, удобная штука вот эта вот, классно. Все, по три минуты с каждой стороны достаточно. Вот такие румяненькие получаются. Я думаю, даже на бескочной вне будет. Я включила вытяжку, и у меня есть вот такой экранчик. Оп! Вот такой простой, в то же время вкусный обед и полезный у меня получился. Я хочу разрезать сейчас отбивные, и мне интересно узнать, прожарились внутри или нет. Крови нету, а сок, я вижу, есть. Вот, здорово. Ровно три минуты с одной стороны и три минуты с другой стороны. Все. И очень здорово все получается. Сейчас попробую. Отлично. Сочно, живется хорошо. Ну что, девочки мои хорошие, день подходит к концу. В общем-то, уже вечер. Я решила здесь сделать уход за лицом. Сейчас волосики соберу. Вот такой уход я делаю где-то раз в неделю. Но раз в неделю это хорошо. Чистка лица, это нужно. Масочки масочками, очистка нужна. Ну вот такой вот уход. Я вам его уже показывала не раз, поэтому подробности показывать не буду. Там первый этап, второй этап, третий этап. Вот. Ну и поболтаем, может быть, заодно. На первом этапе наношу просто гель на 10 минут. Такой, знаете, вот он просто для того, чтобы лицо, видно, кожа стала мягче, может быть. Потому что на втором этапе идет у нас пилинг, скрабирование. Вот. Посмотрела я сейчас фильм про дайверов. Фильм, честно говоря, только не знаю, как он называется. Я его случайно так нашла на ютубе. А там же, знаете, бывает фильм, название не пишут, а просто пишут классный фильм там. Ну я уже увидела, что там нарисован океан, там дайвер ныряет. Я такие фильмы люблю про дайверов смотреть. Вообще я люблю фильмы про спорт, которые, знаете, показывают какие-то человеческие невозможности, которые люди преодолевают и вообще ставят невероятные рекорды какими-то невероятными усилиями. Такие фильмы всегда вдохновляют, завораживают. Когда есть необычные люди с необычной силой воли, это всегда очень завораживает. И думаешь, вот, ну могут же люди, да? Молодцы просто. Таким людям респект, уважуха. Ну я получила удовольствие такой фильм посмотреть. Так, надо засечь 10 минут, потому что это средство больше 10 минут держать нельзя. Потом я его смою, промокну полотенчиком лицо и нанесу уже пилинг-скрабик. Я не знаю, я уже много таких фильмов пересмотрела, но если вот у кого-то есть какие-то такие фильмы про море, вообще я люблю, вот, связанные с водой, знаете, там, про ныряльщиков, про серфингистов, ну вот что-то такое мне нравится смотреть. Хотя и другие виды спортов, тоже вот много каких-то фильмов я смотрела, которые просто вот смотришь, завораживающие, и прямо оторваться от фильма невозможно. Такие фильмы я очень люблю. Так, ну все, девочки, 10 минут я вот это дело держу и смываю. Потом вернусь я к вам. Все, девочки, я лицо слегка промокнула, умыла, промокнула полотенчиком. И сейчас быстренько наношу второе следство, это у нас пилинг. Думала, сегодня сделать процедуру, или завтра утром. Потом думаю, вот такую процедуру лучше делать на ночь, потому что бывает пилингом вот этим натрешь, лицо покраснеет. А потом, если вдруг куда-то выходить на улицу, потом после такой чистки, лучше, конечно, лицо не подвергать воздействием солнца, ветра там и так далее. Лучше, конечно, на ночь сделать. За ночь лицо уже отдохнет, отойдет. А утром можно масочку даже сделать какую-нибудь. Так что вот так вот я нанесла, а теперь каждую зону до двух минут можно натирать. Сейчас вот вечер, я, собственно говоря, делать мне нечего уже. Я сегодня достаточно много дел сделала за день. Вчера начала смотреть сериал «Зыбь». Я вроде этот сериал видела раньше, но что-то я его смотрю. Местами мне кажется, что видела, а местами, кажется, не видела. Первые три серии посмотрела и спать. А там еще продолжение есть. Надо сегодня, может быть, если будет время, посмотрю еще. Мне нравится после вот этой чистки. Лицо становится такое чистенькое, светленькое, классно. Кстати, вот это средство у меня уже заканчивается. Но надолго мне хватило. Я уже не помню, когда. Давненько я брала. Сколько оно у меня уже, не помню. Но что-то заканчивается, что-то нет. Первое средство заканчивается, второе еще. Тут, наверное, половина есть. А третьего вообще еще полно. Но вообще из всех чисток, которые вот эти вот есть, которые для лица Фаберлик, мне вот это нравится больше всего именно тем, что оно лучше всего чистит, очищает именно лицо, поры вот эти все. И лицо потом гладенькое, гладенькое становится. Но все, сейчас, девочки, немножко еще дочищу и пойду умываться. И потом нанесу третье средство. Так, я смыла второе средство. И теперь наношу третье средство. Это бальзамчик успокаивающий, противовоспалительный. Он заменяет крем для лица. После него можно уже ничего больше не наносить. Но если прям сильно сухое лицо, хотя после чистки оно уже такое становится, мягкое, нежное. Может быть, попозже ночной крем нанесу. А может быть, нет. Вот, посмотри по ощущениям. Ой, какое хорошее лицо. Прямо так приятно всегда после чистки. Как после банки, знаете. Кожа становится такая мягкая, нежная, классная. В общем, девочки, посоветуйте мне, пожалуйста, какой-нибудь посмотреть фильм про спортсменов. Такой, какой-нибудь захватывающий. Знаете, чтобы он не скучный был фильм такой. Прямо впечатления такие были хорошие. Я много, конечно, фильмов пересмотрела, но может быть, из ваших советов что-нибудь будет такое, чего я еще не видела. Так, ну все, девочки, все, все сделала. Прическу поломала, хотя нет, прическа вроде бы на месте. Так, о, здорово. Ну все, буду готовиться ко сну, просмотру еще, как сказать, передсонных, предсонных фильмов, да, перед ночных фильмов. Все, девочки, я хочу на этом видео свое закончить. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Жду ваших комментариев. Субтитры сделал DimaTorzok